всем привет это 4d четкий футбол у нас снова спецвыпуск настало время подвести наконец итоги нашего родного чемпионата россии по футболу он вот-вот только что закончился а значит можно говорить о нем уже в прошедшем к сожалению времени вперед смотрим ну и конечно же комментируем в этом сезоне наверное можно выделить сразу нескольких игроков в качестве главных открытий там если брать тульский арсенал который всех нас удивил своим шестым местом минимальным количеством пропущенных голов весной то конечно выделяется мохаммед кадири который из австрии приезжал вообще центральным защитникам а тут раскрылся на позиции опорника еще и достаточно часто лезущего в водку там почти полтора раза за 90 минут это очень много для игрока этой зоны конечно же зелимхан бакаев но все-таки там тот же бакаев это воспитанник московского спартака то есть он у нас был на радарах мы хоть что-то но о нем слышали поэтому главным открытием сезона для меня является алексей сутармина заренбурга никто не ожидал что алексей так взорвет в рпл и никто не ожидал что он так взорвет еще и на позиции правого лотера я в первую очередь потому что если вы помните летом и в сентябре с утромин играл именно на этой позиции пока выздоравливал основной право фланговый игрок оренбурга андрей малых владимир федотов главный тренер оренбурга рассказывал как очень много работали с утроминым именно в игре в отборе и в какой-то момент это даже влияло на атакующий потенциал сутармина то есть он стал забывать какие-то атакующие навыки сосредотачивался на игре без мяча и соответственно это опять же шло не в пользу наверно в целом оренбурга но вот это было еще фанель но в рпл сутармин классно очень проявлял себя в атаке допускал минимум позиционных ошибок в обороне а потом с выздоровлением малых сначала перенос на позицию одного за инсайдов а потом уже во вторую часть сезона сейчас весна он стал же играть чаще на одной линии с деспотовичем в атаке уже практически чистым нападающим и конечно это было очень ярко 8 голов попадание в топ 5 тоже по отборам один из лучших игроков оренбурга по ключевым передачам самобьющий игрок оренбурга то есть такой очень нетрадиционный набор сутармин собрал думаю что все-таки он перейдет в топ-клуб в сборную сейчас станислав саламыч не вызвал на июньский матч с сан-мариной кипром но я думаю что в сентябре в октябре мы уже стременно вполне можем увидеть сборной не могу сказать что этот сезон был прямо каким-то дико богатым на открытие месси роналду и прочие топ таланта у нас пока все таки не появляются из команд я бы наверное отметил арсенал игоря черевченко с точки зрения игры эта команда ну скажем так из новых произвела на меня самое благоприятное впечатление остальном же в общем каких-то особых сенсаций не было более менее все сыграли так как планировалось ну вы конечно и исключение тем не менее все таки если выбирать например между арсеналом и оренбургом то для меня именно с точки зрения игры арсенал все таки наверное показался более интересной командой будем с нетерпением ждать что будет с тульскими товарищами в следующем сезоне открытие года выбирайте между арсеналом и оренбургом это если говорить о командах я выбираю оренбург несмотря на то что как-то мы с сашей дурским разговаривали он очень просто объяснил хороший тренер опытные игроки и дисциплина но с другой стороны что еще надо мне кажется что и качество игры по ходу сезона менялась там вот по началу сезона к завершению команда еще и с точки зрения общекомандных действий так понемножку понемножку прогрессировала и владимир федотов крутой мужик просто молодец и оренбург прекрасная команда хотя фенал тоже замечательная команда они рядом турнир на таблице спонсор этого выпуска компания париматч переходи по ссылке закрепленном комментарии регистрируйся на сайте и получай бонус 1000 рублей на первую ставку лучший игрок сезона для меня это сердар азмун мне кажется что этот человек наибольший вклад внес победу своей команды когда только переходил в зенит победа санкт-петербургского клуба мягко говоря была не гарантирована игра команды сергей семака радовала ничуть не больше чем краснодар цска или спартак и вообще не были большие сомнения что зенит способен стать чемпионом даже несмотря на то что у него вроде бы изначально есть какой-то запас но вот азмун пришел и практически все изменил с ним и дзюба по-другому стал выглядеть и потом но действительно склад даже чисто эмоциональные те голы которые забивал мне кажется достойным звания игрока года в россии слушай ну азмун на я два года назад голосовал помню в вопросе жделика футбол за него как за лучшего футболиста сезона он очень крутой но все-таки он на таком мощном уровне отыграл фактически пол сезона если кажется после этого называть его лучшим игроком всего сезона может не про игрока половина календарного года говорим при том что уровень просто отличный возьму как там было у бориса акунина лучше маленькое на изящное стихотворение чем большой пошлый толстый роман лучший игрок сезона главный игрок сезона как угодно мне кажется однозначно это артем дзюба мы помним как в начале сезона зенит очень много играла забросами на артема и кстати он принимал мяч не только в центральной зоне но и смещался на фланге и там тоже симак выискивал слабые стороны соперника как продавливать самых слабых именно защитников соперников в борьбе через дзюбу и дзюба и забивал но в первую очередь забивал продавливал и все было классно потом конечно был спад наверное он наступил где-то середины октября и длился до по сути до конца первой части чемпионата я не хочу никого оправдывать это возможно это реально прозвучит как оправдание но просто факт мы все знаем в каком состоянии находится колени артема и помните был момент когда он даже не уехал зенитом в бордо на матч лиги европы потом вышел сыгрался с к потому что это был принципиальнейший матч чемпионата ему стало плохо во втором тайме он просил замену и он даже пропустил один матч лиги нации за сборной но все-таки приехал на решающий матч со швецией и сыграл и конечно же в таком состоянии не мог помочь сборной это опять же не оправдание просто мне кажется этот факт важен для понимания вообще состояния артема и через что им приходится проходить чтобы показывать то что мы видим собственно в его исполнении на поле ну а во втором во второй части чемпионата артем совершенно раскрылся в новой роли да возможно на не новейшая потому что мы помним как валерий георгиевич карпин еще в начале двух 2010 использовал артема в качестве такого игрока подыгрывающего сейчас сергей богданович возможно использовал тот опыт возможно он вообще не ориентировался на это не знаю это кстати очень интересно сергей богданович спросить но в любом случае дзюбок очень классно играл в подыгрыше отлично давал азмуну азмун забил два гола после передачи артема и в целом артем стал лучшим ассистентом премьер-лиги и что еще важнее даже по продвинутой статистике он стал лучшим игроком российской премьер-лиги по качеству передачи под удар в последний туре напередил николу влашичу по этому показателю казалось бы вот вот эти два статистических факта представь кому-то и попроси назвать кто это я думаю что там фамилия дзюба прозвучит максимум в одном случае из 10 а вот так вот артем раскрылся вот так вот зенит стал чемпионом и конечно же еще яркость дзюбы там его жесты его фразы они конечно тоже влияет на его восприятие поэтому я и говорю что он не только лучший но и главный игрок прошедшего российского сезона лучший игрок сезона несколько было очень достойных кандидатов но мой выбор марио фернандес просто потому что на противне всего сезона марио демонстрировал уровень высочайший уровень европейский я думаю даже мировой осмелюсь настаивать я думаю что уровень этот очень редкий для нашего чемпионата фактически несмотря на то что команда заняла 4 место но в построении игры цска очень сильно зависла от марио фернандеса когда его не было но мягко говоря становилось очень сильно хуже я не знаю останется ли фернандес цска или отправиться в зенит или в атлетику но стабильность причем постоянная игра просто невероятная это то что всегда с ним любом случае марио фернандесу удачи главное разочарование сезон для меня это весна московского цска я думаю что вы прекрасно помните как мы давали прогнозы после окончания зимнего перерыва и я вообще назывался с как главным фаворитом чемпионат оставил его на первое место но вот вышло так как вышло конечно же поздняя осень и особенно фактор победы над реалом который случился прямо перед отпуском он очень сильно повлиял на вот наши головушки и мы такие ой цска гончаренко такой гибкий цска таким молодые задорные веселые все классно влашич сигурцын чалов бикао родрига бикао но вот весна всех нас чуть-чуть чуть-чуть так приземлила и в особенности конечно болельщиков цска к сожалению да очень сдала оборона не выручала кинфеев я бы даже сказал не то что выручала не в каких-то моментах и подставлял к сожалению игры не знаю там сказывается колено не колено но весна явно ему не удалось поэтому от кого мы больше всего ждем тот больше всего и расстраивает если что-то не получается мы опять же возвращаемся к теме допустим челси и моиси саре поэтому вот так а я предполагаю что мои коллеги назовут какой-то другой на московский клуб в качестве главного разочарования но но разве мы от него многое ожидали разочарование года я помню что-то как звучит несерьезно но это московский спартак но я еще до последнего тура не хотел говорить потому что все время говорят про спартак но в итоге вот этот сезон невероятно какой-то обсуждаемый с изобилием всяких слухов тут желтая пресса болельщики команду трясет меняют тренера и завершился еще тем что пропустили два мяча в оренбурге второй мяч увидели какой при этом говорит что максименко отыграл встречу плохо но ошибки были но фактически он был а в составе своей команды одним из лучших но в общем конечно сезон вот весь вот так вот так всяк наперекосяк и еще и так закончили так что московский спартак конечно главное разочарование этого сезона персональное разочарование сезона для меня это главный тренер спартака олег кононов вызвал большую симпатию своей работой в краснодаре тем как он себя вел но к сожалению после этого пока что олег георгиевичу ничем себя проявить не удается в спартаке же в общем он выказал все недостатки которые они подмечались и раньше и практически не выказал никаких достоинств да он конечно очень красиво пел про спартаковский футбол про связь с историей про старости но на поверку в общем оказался тренером неспособным руководить спартаком в данный исторический период к сожалению это тотальнейший провал полный зашквар и совершенно колоссальная неудача и самого кононова и всего спартака меня честно говоря тоже некоторые решения кононова удивляли безусловно ничего особенного мягко говоря спартаком он не показал но сейчас свалить все на главного тренера после завершения сезона это значит еще 2-3 года точно ничего не добиться потому что очевидно что главная проблема спартака не в главном тренере спартак команда с могучим очень брендом с огромным количеством болельщиков всегда привлекающее внимание ну прямо скажем в целом весь проект управляется очень специфично я бы сказал импульсивно и безусловно то есть я сейчас говорю именно про весь менеджмент про то что в спартаке постоянно происходит ну безусловно тренеры игроки тоже свою лепту эту неудачу внесли я просто потому что вот если назвать виновником главного тренера ничего хорошего точно не ждет спартак в ближайшее время мне кажется там надо как-то все сдвинуть глобально с мертвой точки хотя как это сделать тоже не совсем ясно а я не говорю что на кого-то прям перекладывать всю ответственность они что вот персонально для меня он стал разочарованием в любом отношении а тоже в спартаке всегда может случиться какая-то жопа но это в общем дело известно итоги сезона в россии ну во первых главный только что этот сезон все-таки действительно закончился с чем я вас и поздравляю второе сожалению все последние сезоны в россии проходит примерно по одному и тому же сценарию в каком смысле чемпионом становится не столько команда которая показывает чемпионскую игру просто сколько просто команда допустившая меньше ошибок которая провела чуть лучше селекционную кампанию который чуть больше повезло чем всем остальным в этом смысле чемпионство зенита не сильно отличается от чемпионство локомотива чемпионство спартака и это огорчает что по-настоящему чемпионской команды у нас россии нет уже давно мне будет интересно последить за проектом цска потому что это молодая команда да где-то не хватило и гончаренко и его команде пороха не хватило опыта но мне кажется что потенциал этого цска весьма серьезный рад за краснодар что эта команда наконец-то сделала шаг вперед и завела третье место уже в чемпионате мурат мусаев действительно интересный перспективный тренер потом в принципе проект краснодара всегда вызывает симпатию даже у нейтрального как например я в данный момент человека провал спартака в общем сколь не объясним столь и законамерен потому что это спартак в остальном в какой-то момент наверх вызывали положительные эмоции и ростов и рубин потому что курбану берды какой-то момент удавалось все эти проблемы решить но в конце концов закончилось все вполне грустно и по-прежнему чего мне не хватает чемпионате россии большого количества новых ярких футболистов первую очередь российского скажем так происхождения вот этого хотелось бы пожинать уже сезон до следующего итоги сезона зенит чемпион по делу вне всякого сомнения во второй половине сезона были лучше всех намного и подтвердили это двумя очень эффектными победами в краснодаре и в санкт-петербурге на цска молодцы самые мощные симак справился тренер года для меня наверное все таки юрий палыч семен как он ухитряется продолжать сохранить мотивацию настрой его команда после чемпионского титула и в этом сезоне второе место заняли в лиге чемпионов сыграют кубок выиграли молодежь мирончуки мне кажется прогрессировала ма-ла-цы юрий палыч два человека есть которые знают как с одной командой всегда добиваться успеха а сэр алекс и юрий палыч молодцы юрий палыч продолжает трудиться здоровья и успехов юрию павловичу семина его команда накатила на финиш очень мощно ну и были конечно и другие я сейчас о хорошем да говорю в какой-то степени открытия личные ну например как ни крути федор чалов это же в какой-то степени открытие как молодого талантливого игрока мы узнали а как лучшего бомбардира который сможет достаточно стабильно забивать и прибавлять был нас когда-то рома павлюченко программа фабора россии сказал посмотрите как чалов работает с мячом действительно посмотрите как работает может быть головой играет не лучше всех может быть иногда не так резок как нужного определенном моменте но с мячом очень здоровый матч с крыльями это подтвердил второй мяч прекрасный просто насколько мягко технично в общем в дальнейшего прогресса ну и внизу у нас все о грустном нельзя забыть о грустном лонжи большие проблемы эта история продолжается из года в год и пока у нас живет нынешний нынешних экономических реалиях пока у нас футбол финансируется и выстраивать экономика именно так я думаю что увы но такие истории будут повторяться в общем достаточно регулярно мне кажется главный ток этого чемпионата главное слово его это переход мы привыкали к стадионам чемпионата мира переходили на какой-то новый уровень мышления и любви к футболу то есть посещаемость очень выросла мы переходили и привыкали к тому что инфраструктура построена к тому же чемпионата мира может быть не так хорошо как мы думали как мы хотели да там я говорю и про какие проблемы на стадионах помните какие проблемы были в самаре но и например о плитке на станциях новокрестовской беговая в петербурге это что-то просто шикарно ну и конечно если так проходится по топ командам смотрите краснодар переходил к большому количеству своих воспитанников кто бы что там не говорил и как бы не шутил к полноценному сезону со своим тренером воспитанником локомотив переходил к новому руководству в середине сезона ушел илья геркус пришел василий кикнадзе и мы видим что на примере ситуации с игорем денисовым такое такая смена руководства может повлить за собой серьезные последствия там пока что не для всей команды для одного футболиста но для футболиста который был очень важен в чемпионский год лока спартак переходил от ностальгии по чемпионству от периода массе макарерок до чертова поймешь к чему переходил спартак ну к чему-то он там переходил армейцы переходили от старой гвардии своей времени с березуцким игношевичем к абсолютно новой команде которая радовала даже тех кто за циска не болеет и в то же время очень сильно разочарована разных этапах сезона но и зенит перешел я думаю что в эпоху вошел с новым русским тренером с первым русским тренером со времен юрия андреевича морозова дабл 2009 году анатолий давыдов но там сначала и опытом полноценным но все-таки это было всего лишь полгода тут симак я думаю что пришел всерьез и возможно надолго и стал чемпионом в принципе весной то зенит всех порвал я не думаю что тут есть какие-то сомнения по чемпионскому титул и компания nike кстати вот на мне сейчас есть ветровка изготовила компания nike специальный пак к чемпионству зенита то есть это вот ветровка с капюшоном который очень конечно полезен в наших питерских условиях даже сегодня во время чемпионского парада и на кораблике и вокруг кораблика и вокруг автобуса было конечно не очень приятно в дождик но с другой стороны зенит чемпионы и тут конечно все готовы терпеть и кроме этой ветровки в которой на сзади написано о том что зенит чемпиона сезона 20 18-20 19 есть еще футболка вот такая где тоже написано о том что зенит чемпион и дальше тут фамилии и имена всех игроков которые принимали участие в этом сезоне даже допустим лиандра паре до с александра кокорина найка зенит не забыли никого и все кому заинтересуют вот эти вещи мне кажется что на самом деле это такая достаточно классная память о годе для петербурга который мы все прожили все приходите на невский 20 фирменный магазин зенита и получаете покупайте этот пак зенит чемпион и это тоже главный итог прошедшего сезона поздравляю всех днем с днем города спасибо большое за поддержку за то что вы празднуете вместе с вами мы вместе с вами уже третью неделю празднуем наше чемпионство спасибо вам огромное я хочу подарить александр дмитриевичу мяч которым дрюси забил два мяча сегодня может он принесет удачу и вам спасибо большое вопрос к Саше Дурскому который продолжает праздновать с зенитом я решил ну как может в москве как нас иногда обвиняют только и ждем как бы гадость сказать болельщикам зенита так что решил у Саши спросить Саш а есть что-то в игре зенита чего-то пока не видишь а очень бы хотелось может быть даже три каких-то пункта вот очень тебе хочется как журналисту при этом человеку выросшему в Санкт-Петербурге болеющему за зенит но чего пока ты не видишь вот скажи вы конечно там в своей москве вообще с ума посходили команда стала чемпионом с огромным отрывом выиграла всех весной и вынесла всех сегодня выиграла 4-1 но чего там ты не видишь в игре зенита а чего-то там все-таки не так нет на самом деле если серьезно конечно зениту есть очень много куда прибавлять даже на уровне чемпионата россии но если выделять три вещи то первое мне кажется не хватает фантазии в центре поля потому что все-таки барис чисто опорник и к нему нужен игрок распасовщик более качественно наверное чем есть сейчас игроки к сожалению все-таки на нового наверное в полной мере нельзя уже рассчитывать и в силу возраста и в силу недавней перенесенной операции на крестообразных связках все-таки порванные кресты это очень серьезно и мы знаем что на позиции под нападающими семак использовал этом сезоне ерохина кузяева дрюси дзюбу до артем зидан лучший ассистент все классно но все-таки не у одного из этих игроков сильнейшим качеством никогда не был последний пас и поэтому мне кажется что нужен игрок ну если он приметительный зениту горит типа жулиана но в то же время который будет намного более интенсивный намного более объемный потому что дисциплина для семака это очень важно чуть ли вообще не самое важное что есть на футбольном поле втором мне кажется все-таки не достает качество в целом качество на флангах до регоне классно вернулся из-за таланты смоликов прибавил весной юрия жиркова просто респект и удачи на чемпионате мира 2026 но все-таки мне кажется на уровне опять же лиги чемпионов а если говорить про жиркове из учетом возраста наверное на уровне чемпионата россии нужны и какие-то новые игроки не знаю там какие роли для них отведет сема какие функции но в целом качество мне кажется нужно добавить ну и третье мне кажется не увидит человек даже под лупой с идеальным зрением это скорость центральных защитников зенита к сожалению иванович и ракицкий не становится моложе да и у ракицкого скорость никогда не была сильнейшим или даже просто сильным качеством поэтому мне очень интересно и мне кажется очень важный вопрос следующего сезона как семак будет распределять время между ракицким ивановичем и маманой и возможно будет переходить полноценную схему с тремя центральным защитниками тогда будет учить этой схеме маману потому что сейчас при трех центральных защитников с правом центральном играет анюков потому что семак как раз считает что уников более обучен к этой схеме чем маман иванович практически стопроцентно остается у него он должен был сыграть определенное количество матчей для автоматической пролонгации контракта он их естественно сыграл поэтому его остается в отличие точно остается в отличие там допустим от жиркова анюкова и зидана посмотрим что будет но в любом случае следующий сезон будет еще интереснее лига чемпионов зенит возвращается не уверен что это будет очень качественно но это точно будет очень интересно кирилл я тут планировал свой отпуск грузии и думал у тебя поинтересоваться там что-то расспросить о местных барах но потом подумала фиг с ним ничего он про них не знает поэтому лучше спрошу о теме в которой ты точно спец что ты знаешь о тамбове и сочи вышедших в рпл этот вопрос отвечу просто не знаю ни хрена как всегда ответы на ваши вопросы постараюсь чтобы было емко и недолго верните криво харченко до коли в принципе у нас остался один выпуск четкого футбола после финала лиги чемпионов после чего есть у нас планы несколько изменить формат мы все соберемся подумаем как дальше существовать есть конечно желание сохранить программу но она должна сильно поменяться а пророба на реберри рафинью компании косились и сказать господа пишет илья катков или а мы много раз говорили что у нас не обзорная программа вот захотели про кого-то сказать просто разобрали тех кто заканчивает большие такие фамилии значимые и сказали но при этом мы нигде не обещали что будем абсолютно всех освещать это есть специальные большие программы рубрики а у нас такие небольшие авторские мнения вопрос к владимиру за ювентусу точно ходит аллегри на смену очевидного свободного кандидата не видно мури не очень спорный вариант как по мне почти ну ну и так далее я думаю что вопрос кто будет тренировать ювентус будет всех тревожит течение ближайших нескольких недель но мне если честно сейчас интереснее кто будет тренировать милан кстати гасперини был бы достаточно интересным вариантом в генчик себе взяли вот это круто мы не взяли костю мы попросили его присоединиться к нам на один выпуск в качестве гостя владимир а вы будете комментировать apple специальный ролик записывал на эту тему поищите но в целом да буду время от времени я понимаю конечно смотреть серию а во времена милана и юве середины 90-х но сейчас владимир почему а потому что харик юл я не глор вот мне интересно поэтому и смотрю соскучился по сергею наверняка сергей тоже по вам соскучился спросите вопрос к владимиру после прочитанного интервью на сайте чемпионат какая зрелищная гонка как и чемпионская гонка была для вас более зрелищная apple 18 19 или серия 99 2000 серия 98 99 судя по надписи ростов человек определявший последние десятилетия это калачев но точно один из вне всякого сомнения невыносимо смотреть чемпионат франции одни мышцы никакой мысли невыносимо не смотрите где ваш ролик про неаполь дайте ссылку уже выложили смотрите обязательно расскажите алисе жаль но apple их не будет в следующем сезоне пишет дмитрий дмитрий если честно я смотрел всего несколько матчей не готов говорить вот так постоянно про борца ли не сказали это обидно честно говоря никогда не был большим его поклонником извините пожалуйста про хави ни слова не хорошо не хорошо ну хай по большому счету большую свою карьеру яркую закончил уже достаточно давно сейчас он доигрывал но я неоднократно говорил это мое скромное мнение хави сильнейший футболист мира где-то с 2007 по примерно 2011 год это исключительно мое мнение я его не навязываю 7tv сколько ностальгии у меня тоже дорский уходи не дождетесь калачева будет не хватать легенда согласен владимир прошу прощения за грубость в комментариях пару выпусков назад прощаю я тем более не помню извините чалов распиаренный он не цен топ уровня азмун намного сильнее и дзюбы остальных я честно говоря затрудняюсь сказать кто прям у нас в чем в чемпионате цен топ уровня и что вы подразумеваете по топ уровням азмун очень хороший и сильный нападающий чалов провел прекрасный сезон для своего возраста а можно без дементьева его голос раздражает не дождетесь извините ну и что еще тут вопрос про вам персия спасибо за выпуск и вам спасибо увидимся у нас еще есть целый выпуск